Реальность, в которой мы существуем, уже совсем не та, что была каких-нибудь несколько десятков лет назад. Изменения происходят очень быстро и нарастают лавинообразно, с ускорением. Так всем известен термин биосферы, как среды обитания живых существ. Но мало кто знает и задумывается о том, что есть еще понятие техносферы. Техносфера – это все достижения техногенной цивилизации, начиная от бытовых электроприборов и заканчивая продуктами питания. Все, с чем соприкасается техносфера, подвергается не всегда заметной, но кардинальной трансформации, и в том числе сам человек. Когда цивилизация вступила на техногенный путь развития, заработали такие законы, которые ранее себя никак не проявляли. Теперь действие этих законов приводит к тому, что техносфера неуклонно сворачивается в матрицу. Матрица – это некий конгломерат, система, где человеку отводится роль батарейки, питающей эту систему. Такие фильмы, как «Матрица» и «Суррогаты» вовсе не фантастика, а наше самое недалекое будущее. И дело здесь даже не в технике, которой человек себя окружает. Когда люди попадают в общеинформационное поле, созданное всевозможными средствами массовой информации, они оказываются во власти системы. Уже не человек управляет системой, а она полностью контролирует и подчиняет его себе. Во всеобщей информационной паутине это делается легко. Кому это может быть выгодно? А никому. Человек просто привык думать, будто все, что творится вокруг него, происходит по воле каких-то других людей. На самом деле система развивается самостоятельно. Кто управляет джунглями? Да никто. Они сами растут и живут так, как им положено. С тех самых пор, как растения объединились и стали пытаться как-то сосуществовать вместе. Понимаете? А вот системе выгодно следующее. Ей необходимо прийти в точку устойчивого равновесия, свернуться в оптимальную конструкцию, где люди, подобно киборгам, будут поддерживать ее существование. Что для этого требуется? Ячейки матрицы должны быть заполнены послушными элементами. А элементы эти должны быть, во-первых, не вполне здоровыми, чтобы не имели свободной энергии, а во-вторых, слегка долбанутыми, чтобы не понимали, где находятся. Энергии и осознанной воли должно хватать ровно настолько, чтобы исправно исполнять свои функциональные обязанности, ни больше, ни меньше. Вы не задумывались, почему после работы многим не хочется ничего, кроме как плюхнуться на диван перед телевизором? Усталость такого рода – обычное дело, к этому привыкли. Но нормально ли это? Нет. Привычно не значит нормально. А вам не приходило в голову, почему жизнь современного человека попадает буквально в ножницы между двадцатью и сорока годами? Как молодой специалист вы никому не нужны, поскольку у вас нет опыта. А после сорока вы не нужны уже потому, что из вас все, что можно, выжили. По той же причине после сорока вы неинтересны и противоположному полу. Опять. Это нормально? Привычно – да. Но, по сути, что-то здесь не так. Не правда ли? Ну, не должно так быть. Еще одна вещь, которая выгодна системе – это сокращение населения. Казалось бы, уменьшение численности потребителей должно привести к снижению отдачи, которую получает от них система. Но на самом деле, когда система свернется в матрицу, выжившие потребители превратятся в полностью управляемых поставщиков, и отдача от них станет контролируемой тотально, а значит, более качественной, организованной, а не так, как сейчас. Выбирай, что хочешь, пока еще есть из чего выбирать, и делай, что хочешь, если еще недостаточно зомбирован. Вот в этом и состоит цель и смысл подобной свертки. И снова вопрос – стоит ли кто-нибудь за всем этим? Сейчас модно обсуждать туманные слухи о некоем мировом правительстве, известном также как Бильдельбергский клуб, в который входят самые богатые и влиятельные люди планеты. Но это лишь уловка системы для отвода внимания. Многие наивно полагают, что стоит устранить эту горстку выскочек, которые тайно задумали подчинить себе все население Земли, и проблема решится. Ничего подобного. Если в огороде сорвать лишь верхушки сорняков, они исчезнут? Люди, стоящие у власти, являются марионетками системы еще в большей степени, чем рядовые ее члены. Первых, система дергает за нитки напрямую, а вторых, уже опосредованно, через рекламу, ложные цели, дезинформацию и прочую лапшу, которую спускают им первые. В современном обществе не бывает так, что кто-то задумал что-то глобальное, например, развязать войну, а затем осуществил это по самоличному плану. Банкир не сможет профинансировать такое дорогое удовольствие, если к власти не прорвется подходящая группировка, а та, в свою очередь, не прорвется, если для того не созреют подходящие условия. В системе все взаимосвязано и сплетено, но причины следует искать даже не в самих условиях, а гораздо глубже, там, где эти условия зарождаются. Каким же образом осуществляются планы системы? Очень просто. Во-первых, путем манипуляции вниманием основной массы людей, а во-вторых, еще проще через ту пищу, которую они едят. Управление вниманием — наиболее эффективный метод управления вообще. Не требуется даже заниматься какой-то особой идеологической пропагандой. Вполне достаточно заставить ослика думать о морковке, подвесив ее перед носом, и он послушно последует куда угодно. Принцип заключается в том, что внимание фиксируется на той информации, которая выгодна системе, а от жизненно важных вопросов всячески уводится в сторону вещей несущественных. Можно привести массу примеров, как это делается. Выдумываются болезни, от которых всем надо срочно прививаться, а проблема рака, которая с каждым годом все обостряется, уводится далеко в сторону от ключевого решения. Сейчас очень часто в новостях проскальзывает информация о том, что наконец нашли лекарства от рака. Даже смешно, но и грустно одновременно. Вот ведь сколько открытий чудных. А люди продолжают умирать. Между тем, изначальная и основная причина была открыта еще в начале прошлого века доктором Отто Варбургом. Но об этом очень быстро забыли. О том, что биосфера уже превратилась конкретно в техносферу, и что из этого следует, нигде прямо не говорится. Внимание уводится совсем в другую степь, в сторону проблем, которые еще не наступили, и неизвестно, наступят ли вообще. Например, всеобщее потепление, похолодание, наводнение, 2012 год и так далее. В обсуждениях фильма «Аватар» внимание заостряется на зрительных эффектах, а от проблемы разделения общества на приверженцев техносферы и биосферы, которая ждет нас в самом недалеком будущем, всячески уводится. Именно поэтому «Оскар» достался не «Аватару», а тому фильму, который заставляет мыслить в правильном направлении. Не системы следует опасаться, а тех агрессивных арабов, вот, дескать, кто представляет реальную угрозу. Это опять же не значит, что средства массовой информации кто-то тайно направляет в нужную ему сторону. Все происходит само собой, как и положено в джунглях. Привлечь внимание современного человека, перекормленного информацией, уже не так просто. А чем легче всего его привлечь? Тем, что беспокоит, тревожит, пугает. Вот СМИ и работают так, как они работают, но не осознанно, а на уровне инстинктов журналиста. Управление осуществляется настолько незаметно, исподволь и естественно, что никто ни о чем не подозревает. Элементы системы и опомниться не успеют, как их окольцуют электронными чипами и сделают полностью подконтрольными, как кроликов в клетке. Только чипы будут вживляться не в голову, конечно. Это опять уловка для отвода внимания. Пусть себе плебс волю побесится, протестуя против такой бесчеловечной акции, лишающей индивида его прав. Все будет сделано гораздо культурнее. Например, через водительские права или банковские карты, без которых кролики просто не смогут существовать. Им доходчиво объяснят, что это ради их же блага, удобства и безопасности. И подавляющее большинство, как всегда, поверит во всю эту лабуду, что им впихивают, и послушно согласятся. А противников этой акции будут потом дружно поливать грязью, как уродов и отщепенцев. Казалось бы, с информацией все более-менее понятно. А пища здесь при чем? Неужели с ее помощью можно управлять? Да легко. То, что в человека входит непосредственно, то и является тем самым крючком, за который его потом можно повесить куда угодно, как тряпичную куклу. И одновременно такой способ управления оказывается настолько естественным и завуалированным, что кукла ничего не замечает и думает, будто все идет нормально. Как надо. Бертран Рассел, английский философ и пацифист, уже давно писал о том, что с помощью особого питания и лечения, в кавычках, препаратами, вполне реально создать такой тип людей, которые будут так же послушны, как овцы в стаде. Вот конкретный пример. Американское правительство в 1974 году провозгласило задачу сокращения населения в странах третьего мира вопросом национальной безопасности. Каким же образом предполагалось осуществлять такую политику? Госсекретарь Киссинджер в меморандуме национальной безопасности США прямо рекомендовал, наряду с провоцированием войн, использование продуктов питания в качестве инструмента для сокращения населения. Киссинджер был весьма неглупым человеком, возглавившим список ста ведущих интеллектуалов мира. Хотя почему был, он и по сей день жив-здоров, ему 86 лет, поскольку питается он не тем, что рекомендовал для остальных, лишних людей на нашей планете. Он же лауреат Нобелевской премии мира, как и нынешний президент. Система знает, кому полагается давать такие премии. Он же член Бильдельбергского клуба. Так вот, он прекрасно понимал, что общество зомбированных батареек с легкостью поведется на рекламу матричного корма. А тех немногих, кто проснется и сообразит, в какую мышеловку их заманивают, это общество будет выставлять насмех и всячески опускать. Еще задолго до этого меморандума система закономерно породила такое течение, как Евгеника, идея расовой гигиены и сокращения численности народа-населения. Первые пробные эксперименты приверженцев Евгеники были примитивны, негуманны, недемократичны, как принято говорить сейчас, и находили живой отклик в идеологии нацизма и сталинизма. В настоящее же время все это делается более изощренно, чуть ли не изящно и завуалировано через химию и генно-модифицированные организмы, ГМО. Трансгенная технология – гениальное изобретение системы. Она сразу убивает двух зайцев. Это одновременно и средство сокращения населения, и средство подрыва продовольственной безопасности отдельных стран. Потому что семена модифицированных растений уже не прорастают, а следовательно, банк семян всегда находится в руках корпораций. Идеальный метод манипулирования. И войну развязывать не требуется. Просто отказал непослушным в поставках семян в нужное время и делай с ними, что хочешь. Система постоянно совершенствует свои методы. Ведь такая примитивная политика приверженцев Евгеники как насильственная стерилизация, конечно же, поднимет волну протеста общественности. Но это опять-таки лишь уловка для отвода внимания своего рода кость, брошенная толпе на растерзание. Реальные методы работают незаметно и из-под воль, подстраиваясь под общественное мнение и прикрываясь якобы гуманными целями. Такая мимикрия всегда внешне выглядит целесообразно. Например, генная модификация растений необходима и выгодна, поскольку повышает урожайность и устраняет необходимость в пестицитах. Ну, посудите сами, разве плохо? На самом деле это миф, искусственно созданный корпорациями. Факты говорят о том, что урожайность трансгенных растений гораздо ниже, а вместо прежних вредителей и сорняков появляются другие, которые ничего не боятся и для которых нужно изобретать уже новые пестициды. На полях генно-модифицированной сои стоит мертвая тишина. Не слышно ни пения птиц, ни жужжания насекомых. Не наблюдается вообще никакого движения жизни, как будто эти растения из пластика. Но тем, кто всего этого не видел, есть колбасу совсем не страшно. Они даже не догадываются, что ингредиенты из ГМО добавляются уже практически во все виды пищи. В полуфабрикаты, колбасные, кондитерские, молочные изделия, в хлопья, шоколад, майонезы, соусы, напитки. Во всю матричную еду, которую можно найти в супермаркете. Не стесняются даже в детское питание добавлять. Но об этом мало кто осведомлен, потому что вся информация тщательно скрывается. Вас это удивляет? Уже давно пора перестать удивляться. Реальное положение дел — наглая и циничная жесть в сравнении с той сладкой патокой, которая стекает с экранов телевизоров. Вы можете спросить, что и никаких исследований не проводится. А как же проводится по заказу корпораций, производящих ГМО? Результаты таких исследований, как очевидно, бодры и веселы. Трансгены абсолютно безвредны. Наверное, сейчас наемные ученые трудятся над тем, чтобы доказать, что они еще и весьма полезны. Единственное независимое исследование проводилось доктором биологии Ирины Ермаковой. Но вскоре было поспешно закрыто, потому что привело к шокирующим выводам. В США даже приняты законы, один из которых запрещает выращивать фрукты и овощи на своем подворье, а другой запрещает снабжение продуктов, содержащих ГМО, соответствующие маркировкой. То есть люди уже фактически лишены возможности выбора. Ешь, что дают, и помалкивай. Звучит дико, не правда ли? Страны Европейского Союза пока что в этом отношении сильно отстают. А вот мы Америку очень скоро догоним. То, что не едят в Европе, сваливают нам, как в помойку. В наших супермаркетах вы никак не сможете определить, содержит продукт ГМО или нет, потому что депутаты, а они самые послушные и преданные элементы системы, не только решительно отказались от рассмотрения этого вопроса, но и вообще сертификацию товаров отменили. Самое интересное, то, что политика правительства США или мирового правительства, называйте как хотите, направленная против стран третьего мира, обернулась непредвиденными последствиями для самих же США. Треть Америки уже бесплодна. Вы думаете, отчего они так забеспокоились, когда процедуру усыновления российских детей американскими семьями приостановили? Еще треть Америки страдает непомерным ожирением. А ведь каких-нибудь 30 лет назад это была бегающая нация, помешанная на органических натуральных продуктах. И опять же, треть сидит на антидепрессантах. Вот такая простая и наглядная статистика. И все кругом наивно и беспечно полагают, что это типа нормально. Никого не удивляет, что синдром хронической усталости и стресса превратился в норму жизни современного человека. И это тоже нормально. Ничего не происходит. Да? Откуда же взялись такие разительные перемены? Что биопродукты уже никого не интересуют? Причина очень проста. Мертвая синтетическая пища, особенно фастфуд, получивший в Америке наибольшее распространение, вызывает привыкание, ничем принципиально не отличающееся от наркотического. Все население Земли уже состоит из закоренелых пищеголиков. Помните сказку о Синдбаде-мореходе? Однажды путешественники прибыли в страну, где местные жители их встретили очень радушно, и принялись кормить вкусной едой. Путешественники ели эту пищу в течение многих дней, и постепенно их тела превратились в толстые души, а сознание помутнело. Они перестали объективно оценивать реальность. Как оказалось, их кормили на убой. Я не прекращаю повторять, что сказок и фантастики не бывает. Это все аспекты нашей реальности, которые уже были или еще будут реализованы. Еще одна простая статистика. За последние несколько лет треть пчел в США погибли. Почему это происходит, никто точно не знает. Вероятные причины – электромагнитный смог от мобильной связи, трансгенные растения, химия, а возможно и все вместе взятые. Что это означает? Меда не будет? Нет, гораздо хуже. Не станет растений, которые опыляются пчелами. А таких сколько бы вы думали? Три четверти, как минимум. В некоторых провинциях Китая пчелы были уничтожены конкретно пестицидами. И теперь там культурные растения в буквальном смысле опыляют люди. Вручную, то есть. Но эта проблема никого не волнует. Все озабочены мифом 2012 года, который когда-то давным-давно придумали майя. Все это очень грустно. Человек, вообразив себя царем природы, развернул самонадеянную и деструктивную возню по переделке уникальной биосферы, создававшейся в течение миллионов лет. Понимаете, что происходит? Это все равно, что пустить обезьяну в химическую лабораторию. И что бы эта обезьяна там не вытворяла, хоть с научных, хоть со сверхнаучных позиций и побуждений, обернется катастрофой. Главная мысль, которую я хочу донести, состоит в том, что нами управляют не конкретные личности. Мы просто дружно и неосознанно шагаем в матрицу, где будет тотальный контроль системы. Все это происходит под эгидой демократичных и гуманитарных преобразований, проходящих в рамках сотрудничества, мира, спасения человечества и так далее. Человек, порабощенный системой, утрачивает не просто свободу выбора. Он начинает хотеть именно то, что выгодно системе. И этот процесс инициируется и направляется ненамеренно, а происходит сам собой в соответствии с законами самоорганизации паразитирующей системы. То есть синергетически. Очень немногие это видят и понимают. Господа из Бильдельбергского клуба могут воображать, что способны что-то контролировать. Но это ошибка. Система проглотит и их самих, причем в первую очередь. Ситуация уже давно вышла из-под контроля. Хотя, возможно, они это поняли, поскольку там собрались, конечно же, весьма неглупые люди. Итак, новая реальность уже совсем не такая, как прежде. И правила выживания в ней уже не те. Цивилизация сделала крутой разворот от натуральной природы человека в сторону техногенного общества. И это очень сильно сказывается на людях. Они уже не столько свободные индивиды, сколько элементы системы, значительная часть энергии и сознания которых подконтрольно этой системе. Трансерфинг, как техника управления реальностью, без учета всех этих изменений, работает, скажем так, не вполне эффективно. Читатели мне пишут, вроде все делается правильно, но реальность не поддается, чего-то не хватает. Чего же именно? Вот об этом и вся книга. Решение лежит в иной, непривычной плоскости, там, где пересекаются метафизика и повседневность. Для того, чтобы увидеть и понять то, что постоянно ускользает от логического объяснения, необходимо сперва буквально физически очистить сознание и восприятие, а также освободиться от ментальных шаблонов, которые навязывает нам социум. Раньше для смещения точки сборки маги прибегали к психоделическим средствам. Здесь же, напротив, предлагается окончательно протрезветь. Насколько мне известно, в эзотерике еще никто не рассматривал вопрос восприятия окружающей реальности со столь неожиданной точки зрения. Та же цель магов достигается настолько простым и естественным способом, что кажется, будто это никак не может являться тем самым ключиком, открывающим дверь к просветлению. И тем не менее, ключик уже проверен практикой. В сознании действительно происходят заметные перемены. Ощущения необыкновенные, их трудно передать, но я бы охарактеризовал их как прояснение. Открывается суть вещей. Реальность предстает в незнакомом обличии. Она начинает видеться такой, какой является на самом деле. Все становится понятно, будто пелена спадает. В отношении энергии чувствуется легкость, сила, высокая алертность. Многие из моих читателей уже испытали предложенные методики на своем опыте. И все в один голос подтверждают, что с ними происходит то же самое. Никаких медитаций, тренировок и прочих манипуляций над душой и телом не требуется. Я сам до недавнего времени не мог уяснить, почему в самом деле и так много книг написано, и знание лежит в открытом доступе, и вроде бы умом понимается, но не осознается. Ведь понять и осознать — это совершенно разные вещи. Оказывается, все достаточно просто. Для того, чтобы выйти из оцепенения, необходимо просто прекратить глотать таблетки, которыми тебя пичкают. И вот тогда происходит действительно нечто необыкновенное. Ты будто отряхиваешься от наваждения, просыпаешься в сновидении наяву и начинаешь соображать, кто ты, где находишься и что вокруг происходит. Что это за таблетки, вы скоро узнаете. А пока попытаемся взглянуть на вопросы, уже знакомые с другой, нетривиальной точки зрения.